Томсо, ты говоришь типа ваххабиты туда-сюда хорошие. Вчера и знать не знали, кто такой ваххаб и что там в Саудии. Были ребята, которые толкали новые идеи, которых у нас никогда не было. Ты сказал, они типа никого не трогали. Ну да, конечно, пока они были в меньшинстве, как почувствовали силу, сразу подняли мятеж. Во-первых, я никогда не говорил ваххабиты туда-сюда хорошие, потому что я вообще понятия не имею, кто такие ваххабиты. Начнем с этого. Когда я говорю о ваххабитах, я всегда делаю акцент на том, что это те люди, которых Кадыров так называет. Он называет некую группу людей ваххабитами. И я начинаю далее говорить об этих людях, которых он так назвал. А не так, что я говорю, что ваххабиты хорошие или нехорошие. Я вообще понятия не имею, кто такие ваххабиты. Нет ни одного человека по сегодняшний день я не встретил, кто бы мне конкретно объяснил, кто такие ваххабиты. Вы были свидетелями моего разговора с Магармедом Даудовым, где я ему в лоб задал вопрос, кто такие ваххабиты, объясни мне это. И его объяснение вы слышали. И оно совершенно отличается от того, что нам говорит, например, тот же Кадыров на своих совещаниях и так далее, его другие сторонники. То есть, понятие ваххабит, это слишком такое неопределенное понятие. Этим словом они называют любых людей, которые им просто не угодны. Они им не нравятся, они их называют ваххабитами. Далее. Вчараи знать не знали, кто такой ваххаб и что там в Саудии. Соглашусь с тобой. Действительно, наверное, мы, ну большинство из нас этого не знали. И, наверное, нам, в принципе, было бы наплевать на то, что там происходит в Саудии. Тоже согласен. Были ребята, которые толкали новые идеи, которых у нас никогда не было. И чё? И чё? Что? Ну, толкали они эти идеи, допустим. Это были какие идеи? Они были... Это был экстремизм? Это были призывы к насилию? Или что это было? Или это был просто иной взгляд на религиозные убеждения? Если это второе, то какие проблемы? Пусть толкаются, что хотят. Какое право имеешь ты, я или Кадыров, гарант российской конституции на территории Чечни? Какое он имеет право кого-то из-за их религиозных убеждений притеснять? Ведь официально в конституции России заявлено, что каждый человек имеет право на исповедование любой религии или не исповедование вообще никакой религии. Человек имеет на это право, написано в этой конституции, гарантом которой у нас якобы является Кадыров. В Чечне. Тогда какое право он имеет из-за этого кого-либо притеснять? Ты сказал, они типа никого не трогали. Ну да, конечно, пока они были в меньшинстве, почувствовали силу, сразу подняли мятеж. Где они подняли мятеж? Если ты имеешь... Хотел сказать, что они подняли бы мятеж, то это твое предположение, которое мы не можем на основании твоих предположений делать какие-то выводы. Мы можем делать выводы только по факту. А по факту никаких мятеж, никакого мятежа никто не поднимал. Но наоборот, тогда у тех людей, я подчеркиваю, которых Кадыров называет ваххабитами, наоборот, у них тогда была сила, очень серьезная сила. И они ее не применили. Наоборот, когда произошел инцидент в Гудермесе, по сути, произошел бой с ямадаевцами. И тогда Арсанов Ваха, вице-президент на тот момент, выступил гарантом того, что обе конвентующие стороны встретятся в суде, в шариатском суде. И на основании этого договора бой был, ну это по сути противостояние, это война, можно сказать, была. Она была остановлена. То есть вот эти вот представители ваххабитов, так называемых, которых Кадыров называет ваххабитами, они пошли на это соглашение. Они не стали дальше продолжать войну. Хотя силы были, очень серьезные силы были. И то, что эти силы очень серьезные есть, мы потом увидели по событиям в Дагестане. Ведь это все могло произойти внутри республики. Но это не произошло, потому что тогда пошли на это соглашение. Это все очень такие голословные обвинения. Факты конкретные показывают, что идеи экстремизма, идеи насилия, терроризма, уничтожения, они всегда у нас исповедовались и проповедовались вот этой вот стороной Кадырова. И тогда он просил сначала Яндербиева, исполняющего обязанности президента, затем просил Масхадова президента, уничтожать людей, которые иначе исповедовали свою религию, так называемых ваххабитов, которых Кадыров прозвал у нас ваххабитами. Этих людей он изначально просил уничтожать, то есть убивать, воевать с ними. Это и есть идея нетерпимости, идея экстремизма, терроризма. И она всегда принадлежала вот этой группе. Я уже говорил об этом неоднократно, даже в простом народе вот эти идеи нетерпимости, они всегда встречались именно у вот этих сторонников, хаджи-муридов там и других муридов, тарикатчиков различных. Всегда они встречались именно там. Всегда, всегда было то, вот эти вот были случаи, когда человека могли просто из-за того, что он не придерживается убеждений суфизма, его могли как-то дискриминировать. Высадить из автобуса, например, за то, что он не встал, когда приезжал мимо зеярата какого-нибудь, в знак уважения к похороненному там, он не привстал, его за это могли высадить из автобуса, сказать, а ну-ка давай, пошел отсюда, ты не наш. За то, что человек, например, в школе тогда, в школе был предмет, введен предмет основы ислама, это, по-моему, 98-й год, если я не ошибаюсь, и первыми учителями, по крайней мере, в тех школах, которые я помню, везде были либо молодые, либо немолодые ребята, но не приверженцы различных тарикатов. Первыми пришли они, и они преподавали, как совершать молитву правильно, по сонне, как правильно омовение брать, и какие-то основы, азы. Даже не было каких-то серьезных, допустим, условий, шагады, таких вещей, двух свидетельств. Не учили, просто свидетельства, как принимают ислам, вот такие вот моменты простые были. Но это были не представители тарикатов. И вот тогда на них очень серьезно начали клевещеть, говорить, что они там чуть ли детей, значит, школьников они развращают, что чуть ли после их лекций у нас школьники чуть-чуть подрастут и будут жениться на своих матерях, на своих сестрах. Вот такие вот грязные какие-то вещи распространяли. И даже после этого вот эти люди, они никак не мстили за это. Они просто оставили свои должности, ну, должности громко сказано, вот эти вот работы у этих учителей, и ушли. На их место пришли другие тарикатчики, которые ничего не могли по существу детям рассказать. И заметьте, в обратную сторону вот этой вот клеветы никогда не было. Никто из них, так называемых вот этих вот ваххабитов тогда, они никогда не клевещили, они не говорили, что тарикатчики там женятся на своих матерях и сестрах. А ведь это является клеветой, ведь вы никогда не покажете ни одного случая в Чечне, чтобы брат женился на своей сестре или там на своей матери. Вы же прекрасно знаете, что это полный бред. Это клевета мерзкая. Но она распространялась тогда. Самая верная трактовка ваххабиты приверженцы фундаментального ислама, но люди настолько тупы, что слово фундаментальный для них это значит что-то страшное, хотя это означает люди-приверженцы Корана и Сунны в ранних годах ислама. Это неправда. Руслан, если бы так было бы, вот как ты говоришь, если бы под словом ваххабит эти люди у власти подразумевали бы людей, которые просто имеют только лишь религиозные какие-то убеждения, то мы бы без проблем это приняли, мы бы поняли, кто такие ваххабиты. Но чаще всего под ваххабитами подразумевается человек, который, как ты говоришь, допустим, приверженец вот этих вот взглядов религиозных, но он никак не нарушает закон. Он сидит у себя дома, или он работает, платит налоги, квартплаты и так далее. То есть человек такой, закон вообще никак не нарушает. И есть его альтер-эго, вообще противоположность. У него могут быть и религиозные убеждения, совершенно иные. И он нарушает закон. И он там творит что-то ужасное. И они, власть, они берут вот этих вот людей, объединяют их в одну группу и называют ваххабитами. Поэтому мы не можем с этим согласиться и как-то применять этот термин к определенным людям. Если они конкретно напишут, допустим, некую какую-то там статью, или я не знаю, как это назвать правильно, методичка какая-то, где будет написано ваххабит и далее его описание. Мы тогда поймем, что под этим подразумевается. Вот теперь мы просто нуждаемся в том, чтобы эти твои слова были чем-то подкреплены. Подкрепи их какой-то. Может быть, кто-то из тех, кого ты называешь вот этими ваххабитами, радикалами, может, кто-то из них написал книгу, которая называлась «Воевать пока русские, как ты говоришь, свиньи, они там что-то не примут» и так далее. Может быть, что-то такое было? Или, может быть, что-то другое было? Какой-то, я не знаю, какой-то посыл там, как речь бывает, была речь Гитлера, помните? Знаменитая речь Гитлера, где там миллионы, это самый массовый митинг в истории, где он вот эту вот речь свою толкнул, что мы там и так далее. Может быть, что-то такое есть? Покажи нам это, никаких проблем. Я, ты сейчас, может быть, приведешь в пример поход в Дагестан, но, опять-таки, вернемся, давай, к этой теме, к тому же интервью, например, Басаева Бабицкому. Он ведь объясняет, что это не было никаким наступлением. Это тоже было оборонение, это была защита тех, кто позвал на помощь. Да, это неправильно, я осуждаю то, что они сделали, но назвать это наступлением, это, ну, ты, по-моему, слишком сильно погорячился, у тебя есть личная ненависть к этим людям, и я не говорю, что ты ее должен любить, ничего тебе не навязываю. люби кого хочешь, ненавидь кого хочешь, но не обвиняй в том, к чему не имеют отношения. И еще, кстати, один момент, надо понимать, что ты, может быть, приведешь какие-то слова там, каких-то отдельных лиц из этой общей группы, которых ты назвал радикалами и ваххабитами, и здесь я с тобой соглашусь, среди них были отморозки, преступники были явные, как и в той, среди них, так и среди других. Они и там тоже были, что, ямадаевы были не преступниками, что ли? Они что, были лучше? Они были и там, и здесь, но это ведь в целом теперь не характеризует всю эту группу. Тоже нужно как-то справедливо к этому подходить. Тумсо, что случилось? Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok